Продолжение следует... 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 Так или нет? Какой первый раз ты делал машину в поле? Ну, в том числе комбай, да? Да. Вистулу. Я помню, когда я учился. Учился. Мои были практики, понимаешь, на Вистуле. Которая еще то, что ворки губила. Очень скрытная. Когда-то лета были супер. Так комбайны. Потом уже были, понимаешь, на збернике. На те збернике, понимаешь, 500 кг от зберника входит в Вистуле. То там те часы. Там те часы, которые были, когда я учился. На такие маленькие, вздомцы были. Памятам, как здесь. И на весь час на Вистуле. Вистуле, комбай, Вистуле. Там в одном палушке. В одном палушке Вистуле, чтобы сейчас где-то была, где-то в кряках встала, или где-то. Я хочу, понимаешь, выремонтировать. И как бы был экспонат. Забытный. Вистуле были хорошие комбайны, понимаешь? Правда. Но сейчас их нет. Не вижу таких комбайнов. Таких. А на Вистуле не было там горомко, при этой холоднице? Как это было? О, как? Горомко было. О том уже не говорится. Потому что в этом направлении была температура такая. Не было такие температуры, как сейчас они были. Но действительно была горомка такая, что человеку было трудно. Без фермы вода, без фермы вода и си хвили. Без фермы вода и вода и без фермы. Было действительно тяжело. А еще как было, все было, все было, то как венгер. А как вистуле была на горке, то там еще один оператур си сезал? Да. Но кто-то могла ее сделать и губить. И губить. И губить. То я ее могла вырвать? Да. Была такая вотка и они, те горки, все губили. Но он могла ее вести. Да. И потом, этот, 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 какой-то, и збирал те горки. То кто-то могла снова на прицепе врвать? На прицепе. На вузы, на прицепе, цепку, понимаешь? То тоже была морденга? Ну а как? Подносить то из сельска. Ну а как? Но целый ворк, что было двух, нужно было матчать на те. И з таких, веш? И з пощаду, тре можно брать. З покосов. З покосов. А потом, когда ты уже был на збирник, то подъезжаешь, 500 кг вместе, и вырвалаешь. А та вистула на збирник, то она одразу пробила заеграгирование зиарна, что это все лецяло, так как лечит? Так как летит. Есть и лисы. Даже как летит, там не было. Только так самое можно было выставить его. Чтобы было действительно так самое самое, что было так само. То есть сколько там было ворков подвязанных? Два ворки. Два ворки, подвязывались там, три. Так как оцарне привязывались те ворки и впустывались, и впустывались. Хаёкосии... Так, сколько лет, потом на бизоны прерзутили, понимаешь? Бизон, это был, понимаешь, красивый комбайк, новенький, понимаешь? Спод игмы, это был ралитас, понимаешь? Ралитас был, понимаешь? Как комбайк, понимаешь? Такие мои, понимаешь, были починки, понимаешь? Зачепления себя. А где, где первый раз бизона видел? Первый раз в жизни? В кулку, в кулку. В кулку первый раз, так? Да, в кулку. У нас были полетки в кулку. Пошли в курсы, документы сделали на этом. И сиадłem на бизона. А еще механикой был. Бо сделаем механику, не? В боме робием в этот час. А то есть правда, что только най-лепси трактористи сиадали на бизоны? Най-лепси курсы, которые на-правде си на-тем знали. Бо не то, что нужно посадить, и что поедет, и что? И что? И ехать, и что? И что? А кто-то может установить комбайк, или что-то установить. Ну то по-ко так? Он может на нас въездить. Поедет сам? Так, тогда поедет сам. То есть нужно установить комбайк, что-то сделать. А не то, что-то штука, что си-си, и ядёй, и... 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 два tenía. И... Он corona чей-сна не ехали. Иreiben, истины, и Messi-си, и-с richеки. Но ancestry, мы необходимо чтобы행у, добавить себе partialу... и видеть... Когда? Как? Потому что широкий комбайкъя есть. И... И... И нер Life- Murphy внимание на себя. Достроя не заехать. Чтобы не ехать, чтобы не ехать, и на дорогу, не въехать. Что же сам о том думаешь, о том весь, потому что очень широкий. Ну, у меня знакомого, который в первый день приезжал, сразу впадал до рога. Ну, видишь, нужно иметь опанование, нужно иметь, курсе, иметь проzeznание, нужно иметь облицение, меньше, чем смешно, чем не смешно, по-просто. А на следующем разом ехал, то с ходками ударил в какие-то... Ну, ну, то не есть, так. То есть, что есть колумна, то я волю ехать на бок, пропустить. Видишь, в лустерке, у меня лустерка, то пропустя, чтобы не... чтобы не гродить дороги, чтобы не вадить никому, чтобы никто не хотел. То не стука, что я ехал среди, я никого не пускаю, ну, потому что я комбайном ехал. Нет! То нужно ехать, нужно уступить этим быстрым поездом, а я комбайном волно ехал, сжал с боку, чтобы не было встать, то я тут останусь, пропустя, чтобы не было встать, чтобы не было встать, чтобы никому не ввести. А не ему, а не мне. И так целый час, это же есть, не? Ну, потому что не можно так делать, ну. Так в этой истории, пана комбайнования, или была какая-то такая история, что, например, дошла до какого-то пожара, или до какого-то... Ой, так, согласен, уже мало этого не было. Как лорзиско пошло там на шарпачку, понимаешь, и комбайнист ехал, хорошо, что я за ним за ним ехал, то, понимаешь, я видел, как это случилось. Лорзиско, понимаешь, начало, понимаешь, что это произошло. Думал, достоин enorme, смотрю, бухой, там пойми, и, по слову, я посмотрю, тут смотрю, там улажиско, а комбайнования камбайнования, то я так как с ним возвращался до тыка, д prospective, ряду до дошла, до нападу, вспышать. Догонием его, понимаешь? И зашлищем ему дорогу, чтобы я станусь, тромбе, и так далее, потому что оно правильно как будто тянула, Ну, он не знает, что он хочет, посмотрит, что он сломает, но не знает, что он может понимать, что он стал, за мной... И угасиłem, то ledwo Что за счастье от Бога Что мою гаснице, я спрана И он тоже имеет права Взял гаснице и угасиłem Ну, даже уже так Рассказали Даже чтобы уехал калау То уже собрался мне, уже и он А за то, что, что из тыла уехал И меня в мега-сыпко-поспесение За гаснице Догониэм его, kur че За гаснице Киwał, чтобы станал, понимаешь Стану и эту гасичку загасиłem В целом лодзиске не было на шарпачу Так что это стопило Так что искры идут Тут сухо и тут, смотря, дым и пали Паре. Ну и на счастье Бога, я понимаю, что я это урадовала То я у меня такого Петра, что не дам Рады, короче, но на счастье Угасиłem, но благодаря этому Гасич. Мам Одну гасичку, другую гасичку На помощь и, наоборот, Комбай урадовала А такое Пытание относительно Механики Бизона, то что Найтруднее в комбайне направить, как Уже в часе жнив, то уже тогда О, коханы, это Кост сателитов Кост сателитов, то есть Преперделено Робить, коханы Как же пейджет кост сателитов Мой Боже, то есть Клэнска Ну, все надо Выперделить Так, так говорим От подстав Тебе вывалать, чтобы Се там достоять До этих кост сателитов Коханы Тебе все Робить и хедер, и то И чтобы Вылить Тебе кост сателитов То уже Преперделено На этом Тебе 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 так выстрелило, что мало что с комбайну и то преднее коло Мой Боже, коханы! Ну так! Весь, сколько я делал? До 12 в ночи когда я ездил о године, понимаешь 8-9, припусть мы, с пола на базе когда я взялал курнё выстрел кола преднего комбайну понимаешь? То я делал до годины, курчё, бач 2 в ночи чтобы его поднять чтобы его поднять чтобы его поставить то есть мэнка так себя наперзлилили, наробили что-то окрупное так, что на другое А на больше бизону сколько видишь на 1 полу? На 1 полу, как в ПГСе 8-10 бизону бизону, понимаешь, на 1 полу и без прермы только подъезжали и прицепы, курчё, мать всыпали и возили на магазин на магазин, на магазин а те бизоны бизны так заперзелали курчё, мать один за другим один за другим один за другим ционик за цionгником подъезжал, понимаешь и отвозили но в майонтку в ПГСе были там те часы початки это были на правде бы ты посмотрел тогда, что хотели как эти бизоны красиво как эти прицепы отводили до магазина до этих 10 бизонов до этих тракторов ну как? так, так чтобы это сделать ну как? в майонтках было tyle прицеп tyle цionгников когда-то масакра один за другим один за другим один за другим то не было так что, понимаешь, что накосили но так не сыпало как сейчас как сейчас ну как сейчас приедешь и сыпи а потом надо было уехать чтобы накосить так? там, че жито или пшенице или ловец понимаешь не? и до ПГРу до майонтку возили на магазин на магазин и на купе сыпали как на магазине не было места то на купе сыпали прикрыли пландыками а потом возили планды до магазину понимаешь, ну? то было что-то красивое как подачать как те бизоны один за другим и ладом и ладом и ладом и ладом и ладом ну, конечно так есть там каждый ПГР был много быдла шоды хлевные опасов было много но нистете но 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 это было как бы не было не было сто двести но было тысячи было было кому было 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 сгора и слома и всем было слома не понимаешь? потому что было быдло и было чего-то, чтобы было дать. Настолько. Все было взбирано. Взбирано там не было шарпача, ничего, только сзади по косу, сзади сзади и забирали сломы, и на призме давали. Понимаешь? Ну, это правда. Видяем когда-то, как усыпают такую призму. Ну. И удивились. Что это за гура? А, ну видишь. Какая дмуха и дмуха. Так это. Поддмуха. Подъезжало, дмуха на купе. Это было прекрасное, что-то огромное, понимаешь? Это было, понимаешь? Как эта призма роста, понимаешь? Тут привозят, привозят, вывалят, а дмуха ciąгнет на гуру, понимаешь? Такие призмы, стосы, сломы, которые были уставлены, понимаешь? А потом для быдла się брало, не? А та слома сама от себя угниотла, а не требовалось. Ну, конечно. Конечно, что так. Конечно, что так. Это что-то красивое. Липец был очень зимный, но сирпем мы так упалны, что я думал, что в этом году в этом году не будет лета. Как на липец был такой зимний? О, это заскоксение. Это заскоксение, на правде заскоксение, бо, говорю так, ну, мой липец такой был кийовый, я говорю до сефовы, сефова, как такой будет, говорю, сирпем, как начнём косить, то будем зборцы крадли, будем, курсе, мать, ну так, выедёшь, деср, выедёшь, деср. Солнечный миллион, это не разбил то, что-то. Солнечное, это было сирпемо северное наиболее, как погода обозрела, это было с 196, больше, больше, чуть-чуть наиболее, Его. Ну, этот год, так, заскоксение было. Ну, говорю тебе, человеку, что не сподзеваем себя этого в уголе. Ну, попасться, 200 х, rozumишь, по-ложить в цionгу, от серпня, как начали мы косить, ну, только раньше, не? Потому что там травы косили мы и так далее. Ну, который сегодня есть? Друзья есть 20. Ну, прошу, до 20-го, 200 х по-ложить, rozumишь, курче, мать, ну, то, вяжется, на 1 копан 100 х. Ну, то есть много, понимаешь, в таком кротком часе. Але, co? Только погода, dzięki погоде сприйания, понимаешь? А, что мы косили, понимаешь, курче, мать, дуго, о 4-й се встала, понимаешь, росы не ма, едземы и, дзеки тему, понимаешь, так шепко мы косили. И погода, и ночные были, пиэкне дни, гвязды и сухе, так, что, ну, можно подзиwi, подзиwяц этот рог, на правде, на правде подзиwi, этот рог, который нам так, так нам пиэкне дај ту погоду, чтобы, чтобы косить. А, че пан памята какие-сь такие трудные жнива, которые были bardzo тяжкие, что, что, на правде дај в кость, если ходи о погодэ, если ходи о, что-то было, что-то си цякнуло, мяло си wraжение, что-то жнива си нигде не суха. Сухане, были такие жнива, что человек, еще в вершине, конец вершня, курува, коси збожа. Ко, выехали с человеком, было, ну, пиэкна погода есть, два дни, но збожа кладај. Выезжаешь, разумишь, збожа си ёсць, по-збожа, хрт-2 лује, леје. Ну, кое бедеш ходить? Ча з'јжджаць. Курува, збожа, збожа, погода пиэкна буснеља, збожа едземы. Збожа си цяло лаћ, кое не даўо рађе. Ну, то, че, муѓе, така мэнка была, з'јжджаць и з'јжджаць, и выјжджаць, и биялеш, и не браћ, то те злива си цяокуы, кое два месооце, кое врзещју косићећећење, мэнка така была, бо, че, маеђзжићећење си тим компайнем, којјхећећеће, којјхећећењећење јхећећећеће, којјхећећећећећећећећећећећећеће, Таких, я никогда не косил таких курсов, как в этом году, по сравнению с тамтым, а в этом году жнива. Правда! Уменька была, понимаешь, курсовы, в последние годы, когда были жнива. Да, правда! Здесь мы в месте, где на полноте, это 400 тысяч вольт. Это линь, линь. Так, здесь достаточно много этих курсов. И очень часто под ними видят косик безонами. Как это быть так близко? Это немного страх? Ну, есть, есть. Я так смотрю... Я нераз подзивлю. Нераз так у косы, понимаешь? А те кабли так висzą ниже. То так смотрю на те кабли. И так я думаю. Курсово, его мать! Не дай Боже! Потому что погода сейчас есть, не? А как дешево, или как-то похмурно. То я думаю, что так, курсово, я так жду под этими каблами. А я так, не дай Боже, понимаешь? Курсово, мать! Пиердоли меня, то и, курсово, мать! И так. Но, может быть, потому что есть комбайн на опонах. То, может быть, немного изолирует. Но, мимо то, человек под этими линиями боится ехать. И так я еду. Но я думаю, что это уменьшить? Не уменьшить. Но, ну, что будешь уменьшить, когда ты госишься? Я думаю только о том, что в каждой минуте, человек может себя норажить на такое. Курсово, мать! Потому что высоко ты. Высоко ты понимаешь этого. И эта линия в каждой минуте. Не знаю, что может быть. Может быть. Может быть, может быть. Не пиердоли. Так? Рожде это бывает, потому что высоко вольтовая. Ну, тут случилось, даже в поле, когда я читал, что, когда-то было напоминание до комбайну, спод такой линии. Так. И так. Но, когда комбайн 5 метров, и пошел стрел. Ну, конечно. Я согласен. Я согласен. Как наибарди. Как наибарди. Как наибарди. И это всегда можно сподзевать. Потому что не знаю, что может быть. В каждой минуте. Как наибарди. Извините, что-то в поле. И тут, которые в поле, наибарди, которые... И просто боятся ехать. Боятся ехать. Боятся, но я даю. Боятся ехать. Не могу ехать, но мне не даю. Боятся. А что случилось? я не могу сейчас посмотреть. Я так красиво ходил, я думаю, что он думает, что он думает, что он думает, а если он хочет посмотреть, рак этого бизона понимаешь, то человек стоит и смотрит. Я думаю, что он действительно поджилил, только поджилил эти машины. Я думаю, что они чтобы поджилил. Для меня это удивительно, что 20-летние лет по войне когда появился комбайн Бизон, это 25 лет, когда в России в самом деле не было. И вдруг они производили так заавансованную на там те лета технически машину, то я думаю, что для этих конструкторов и для этих всех фабрик, которые створили компоненты этой машины. Хуты, опоны, надо было сделать силник, что правда на лицензии, но фабрика была в Польше. Это, конечно, из грузов поднести края и створить такой комбайн, который... Рольнство полиции... ...направда он тут... ...захвыконе этим комбайном. Конечно, только тем конструкторам, которые это вымыслили. Так, на правде, поджилил их, что такие спренты вымыслили по войне, что эти комбайны сдали экзамен. Сдали в поле. На правде, людям умилили жизнь. Такое, что... ...захвыконе. А что это правда, что, когда начали комбайны, то старые старые не считали их что это за машина, которая плевы губит, которая хвасты съе... ...захвыконе, потому что они были привязаны, что это все надо приезжать до дома, попребать, а на поле можно только оборник выручать. Слушай, когда господари были заангажированы, тримали хвыконе, тримали быдло, швынь, кони. Им это было потребно. Им это плевы, все пощады, все это карма, для животных на целую зиму. И они так были заскакены. Пойду к комбайну, все все остается на поле. Все остается на поле. Без плевы, без гунины, без сломы, без ничего. Пойду к шарпе. А для них это была реверация, потому что этим быдлакам дадут, что этим животным дадут. А тут они на целую зиму карму для быдлов, для всех. Уже потом, когда они ограничили двигатели, не было потребности, то были заскакены, что комбайна потратили все зборы вымучить и на прицепе и взять. А потом надо было водить до засеку, уложить, закладывать и целую зиму мучить. И плевы, и все для быдла шло. И сколько времени нужно было вложить всю зиму. А сегодня господа зиму 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 Косами косили? Косами косили. Косами косили. Я помню, как нас было в доме очень много. 16 лет нас было. И помню, как сегодня Отец говорит так. Косе мне и брату. Косе. И обкосить поле до стоповиозауки или до жнивиарки. Сиостра одна за мной отбирала и вязала. Други за брата. И выобразь себе. Я такой маленький бродонц. Коса такая дужа. Как уже Отец научил ложечения этой косы. Розумишь? Розумишь? Пальце покалечил. Сначала человек не заскочил. Але уже потом раз, другий раз се заскочило. Коса се поточило. И памятай. Розумишь? Обкосывало се хектар пола. Розумишь? Косом. До стоповиозауки. Розумишь? Луб? До жнивиарки. Гарсцовке се косило. Як се сомсиад. Мяў час. То гарсцовку он выкосил. Гарсцки такие робил. А мы сми вязаны. И в копы ставили. И попаћ се. Пул ха. Дзенне мы с двум братем. Выкасали косом. То се можеш выобразить. Оциски се поробијем от этой косы. Щебе превазни жито. А жито было тяжко косић. Розумишь? Бо ес высоке. И том косом. И том косом. И так през паћ дзенне. Пул ха. Скосили. Звязали. И в копы поставили. Маўо. Заграбили. Глоска жаднега не достало. Звязали. Звязали. И в копы поставили. Маўо. А як стопа вязаўка приехала на дуге поле. То был ралитас. Бо муўо. Худшек. Косом не косим. И те стопки в копы се ставяло. И то зборзе стало през тидзенц цасу. Як была паћна погода. Висяхло. Треба було воззић. Баће. Ну то хто беде укладаў на воз? Каѐмеш. Оцец учиў раз, други. О, куууа. Коне як лвы. Каѐмеш уклада. Уложиўем зајбистом фуре. О, куууа. О, куууа. Коѐба праве. О, те коне ледве кој идом. Дроги ходом. Трык. Трык. О, кууууа. Кууууа. О, куууа кархану. Дрогаќ. О, куууа. Кууууа ёсцяк. Куууууа. Куууууа поздакар. Кууууа ёзе. Кууууа. И снова то ладуј над предсцепе. И укладај. До стодооуў възжај, И в засек укладај. Та буа дровајдя мэккаја. Я, како, молодой їхлопе која, Тибе. человеку, или я себя в жизни наробил в господальце, то этого никто не знает. Когда пришла млодка, нужно было носить, кто будет носить? Казмир. На плече, то я при workах стоял 100 вор, через вечер на гуру. И то первый шорт на один петро, второй шорт на друге петро. И крески мне надо ставить. Скажем, сколько вороков занесешь, ты дай кресок. Потом, конечно, сто ворок занесу. Сам один на плечах отбираем збору от машины, и на плече, и на гуру, и на гуру, и на гуру. Мой Боже, это были жнива. Были трвые, но были чистые на полу. Костка на рзиску не оставила. Все, что нужно было укладывать, все конно делать. Грабиарка, конно. Луз заграбило, забрало. И голоса не оставилося на полу. Такая была моя манка. Я целое жизнь в господарстве проживаю. Я так проживаю, я так проживаю, что никто ничего не знает. А ты, в общем, отец мил пола много. Мил 6 кони. Мил, понимаешь, ма, ма, 20-18 га. На смену эти кони шли, понимаешь, и так далее. Чи то картофли, редлене, czy ко. А мы такие маленькие пи***ки, кур-ба. Такими кривами, нужно было делать. Какой-то орджик на плецах. А ты, знаешь, или не хотелось. Ты ничего не хотелось. Ты не было выхода, понимаешь? Люди, не было до работы, детям. До школы пошло, лекции на колени, цик-цик-цик-цик-цик. Не было часу, нужно было лекции. В поле, в поле и в поле. В поле. Жнива была потон. Человек был нарушен. Я сейчас сейчас людям, моим детям Тумачу и говорю, как я делал в жнивах, они говорят, что тату, ты глупи ты. Они не верят, что я так зафигала, что делал. Гнуй разрушил, понимаешь, как отец вывез на подбрукев, на 10 до школы, я не смогу разрушить, как разрушил в ноги, то нужно в кубку гною, чтобы ноги загрязать. И разрушить. Я говорю своим детям, чтобы... Тату, ты глупи, ты неправда, ты буй, байеры. Но так было, коханы. Заперзелалося, не отмувиłeся, ничего. Мусилеешь работать, засунуть, аж гарпци в ноги. Но, дяки Богу, чувствую себя физически, психически. И хорошо, что здоровый jestem. Мам здоровье, мам еще силы. Понимаешь? Ни одного на лопатки положил. Понимаешь? Нистетельно. Вытвиченный jestem. И ты... Вцале я не гардзаю. Вцале я не... Смучу, что я заперзала целое жизнь в господарстве. Я доволен. Затем. Затем. То коњми все было от... от... от весны до весени? Так. И севы, и подорывки. А как? Ну, подорывки. През целый ха пола заорачь. Я не почувала этого, понимаешь? А кони, как львы, идут, понимаешь? Дву-скибовым. И то си орало ха дженне. Або и меньше, понимаешь? Как львы. К-бал finely така, неправда, что не падал. От рана до вечера... От рана до вечера. Там не было годзины отпокинку? Чао? В жизни. Зъелёшь хлеба. Млеком попилёшь... И вью! И вью! И вью! Без прермы... Ааа... А как это было, если кучу о севы? Севы? Коника закладывалося. Два коня. Севник. Пропрась. З почтуки selberjoся фар-тух, Как еще окец, я помню, как здесь не был сейвников, потому что трудно было бы наделать, не? Збор в фартушке, в севке, фиу, 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 фиу. И сяло, и с тылу себя вронало. И потом вываловало на то, понимаешь? Потом, как уже сейвник был, ну то насыпаешь сейвник себе, курсу мать, и проводишь сейвником конным, не? То был ралитас, понимаешь? Насыпаешь збор, понимаешь? Вио, коники, усталишь себе, курсу мать, Илье мать высять, пробу крэкону сделаешь, и вио, и вио. Втен час было быстрее и спраўней шло. А как это было, если входит о навожение? Чы бы навозы какие-то сейвники были? Ну, были навозы, но очень редко. Были, конечно, навозы, но жадкие, азотниаки были. Как я начал сяять за азотниаком, азотники чарные, азотники, как памятам, когда я начал сяять, то не было сейвников. Вы фартуки сяялись. То выходитесь, как мужик, с этим навозем. И треба там лечитко давали, бо не было такого. Диссей давали навоз до гроба. А вперед, то только зникома. Зникома. Зникома, понимаешь? Было, понимаешь, что навозы давали. Но збори было тоже. Не помню, что не. Может не так, как сегодня. Но были чистые збори. Доправные збори было. Потому что подрывки были роблены. Понимаете? Бронование и сиание и так далее, и так далее было. Когда они сняли, то сегодня они прескали. А перед тем не было прескания. Посадиваешь под дольник или под редло. Броноваешь элеганско. Потом заредлилешь. Знову броноваешь элеганско. Причем зимниках пробиваешь. пакет, раз и окей по сути, раз и было много зелени. Как не было, там пришли и пошли. Ничем вырывали из тонки, выравили из тонка пакет, из азотниок в пакет, а не прескало. Дали пакет и на крючок, и на крючок, и на крючок, где были. И были как рыбы? Да, так правда! А как было столько рыбы, то что они еще жали? Сианом нужно еще сделать? брукевтака бураки такие как бы было рвать, то рвало такие брукты и потом было то было бы, что я навозило то как он отец, как я отец, засадил брукты бураков, пулу ха то надо было бы плеивать чтобы было бы запр***ать сделать дупы вставить и плеить все бураки были бы огромные целое ладо надо было леwić, коньи ездить Минзибурачаны, чтобы зелень Но потом, когда начали листья пускать То не было никакого, бураки такие Бураки такие Докровые Маслы едли И бураки А листья на кишонке Кишонки в дуу закисованы Которые едли, только обрызывали Бабы Сейчас очень редко видуете, чтобы на полу росла бурак или бураки А как это было с сианокосами? Ой, куууа, мать Человеку, тоже углэнга Человеку Треба было бы... Косиарка ходила Бо не было ратацийной Листья Листья Косиарка Листья Косили Те что на покосы Потем треба было ищи И разграбить То, то с грабами То, чтобы то высушить З покосов То сделать, розумишь Тего? Как говоришь? Те что на покосы Презем Висушить Потем Преграбить То сианок Килканащие разы Потем Теба было Згравить На валы Теба было Розумишь То сделать, розумишь Копы Скорно копы Теба было Злости И там Полезало Знову Те Те Чтобы Те Знову Скопи Те Чтобы Те Висхло Презухло Препарывало Те 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 Сыбко Те 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 И как только погода вычуешься, ну слушай, надо было водить. И это лузем, надо было лузем, курсе, надо было водить. Фура вывалила, или не вывалила, чтобы водить. И так все было, так все было. И надо быть каждый один клоц видеоками, и видеоками. А сегодня, пойдет тебе праша, курсе, то работы нет. Я не удивлюсь, сейчас душе люди живут, потому что они не работают столько. Не, как мы. Аааа... Не так, чтобы меня позвать. Я думаю, что я могу сказать, то скажу. Если ж, то хорошо, но не забываем, не ничего. Так было, так есть. А как вам вспоминать выезд по компанию, который мы туда ехали? Очень приятно. Я очень доволен, что такая пропозиция, которая мне пришла. И очень рада frente за мою. Им оченьriesок. Их, что-то не удалось иногда. И как будет, что-то скоро просто запремτιочно. И обратно и Wilоте это. Ужгости... И для этой биозной я буду darüberチендую, чтобы его карту Expressis! не знаю, что машина есть добра я не говорю, потому что в реческу, что не было ничего такого, она действительно супер и хороший силник, тестовавшим его столько, то я ему не найдем чтобы было что-то такое а может, что кто-то попросил, чтобы что-то поможет при комбайне, что-то поможет что-то дорадил, прематно? так, я люблю дорадить луку помочь это через домаumpер еслиび люб蔵 зло, то мне incent луку statesами помутuniike300 так будет хорошо и так что это, потому что я любит кому помочь и любит чтобы что-то машина ходила и чтобы что-то не拿ть додольville, они раз לא�, что-то они и а не то ему поставить или яuled тогда тогда была жена и он был доволен, потому что я не люблю брать либо, кому-то что-то убрать сделать, czy komuś popsuć, czy komuś, kurwa, co zrobić. Nie, bo mi serce, kurwa, by bolało, że on jedzie, a coś może mu napierdolić, tak? Ja tego naprawdę lubię. Lubię komuś pomóc i naprawdę komuś doradzić. Czy posłucha, czy nie posłucha. Ale moje zdanie, takie jak ja myślę, to powinien posłuchać. Ja dużo jeżdżę po różnych polach, widzę różne zboża na przyczepach i nieraz mi jest żal patrzeć, że widzę, że pana brakuje porady, bo widzę tak, słoma w zbożu. Głosy w zbożu. No właśnie, no właśnie. Wwasty takie wielkie w zbożu, mówię, czemu tego ten kombajn nie odrzucił i to wszystko ląduje na przyczepie, mówię. Gdyby był pan Kazimierz, to by pan powiedział, gdzie dotknąć? Tak jest, tak jest. Ja się zgadzam. Że tyle śmiecia jest, bo to nieraz są naprawdę piętnastocentymetrowe źdźbła słomy, że aż mówię, aż nie pasuje, żeby bizon coś takiego... Nie, nie, nie. To wstyd jest. Jeżeli tak bym kosił, jak pan mówisz w ten czas, nie by mnie szlak trafił, bo ja bym w ogóle w pole nie wjechał takim kombajnem, bizonem, który tak brzydko kosi. Tak brzydko zboże tego. I widziałeś u mnie nieraz, jak u mnie zboże czyste jest. Piękne, czyste, można go siać. Nie ma pliwska, nie ma słomski, nie ma kłosa, nie ma nic czyściutkie zboże. To aż dziwota, bo każdy się pyta, no jak? Tak, panie Kazimierzu, ty tak pan kosisz, mówi, a zobacz pan, mówi, sąsiad bizona ma, zobacz pan jak on kosi. Ja mówię, panie, mówię, to tylko kwestia ustawienia, to nie ma problemów. To trzeba dograć, jedno z drugiem, ustawić ten kołan, odpowiednie sita, wiatr, podnoszenie sybrów, podnoszenie tego, żeby panie, odpowiednie obroty, on będzie cieściutko kosił, on wszystko odgoni, tak jak na wijarni. Ale to trzeba dokonać, bo jak ktoś nie dokona tego, a tylko kosi i nie patrzy z tyłu, co mu tam jest, jak jest ustawione, leci, bo leci, no to niestety, to wybaczcie, ale dla mnie, no to jest nie kombajnista, to jest po prostu taki człowiek, który siada i jedzie i go nie interesuje, jak leci, ile leci, czy czyste, czy aby skosić, aby hektary. A tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, jakoś zbierać zboże, to trzeba naprawdę, bo to się czeka rok czasu na to zboże, no i chyba jest zasługa tego, żeby go dobrze zebrać, tak, żeby czyste, godnie, żeby zebrać, nie zaciszczeć, a nie nic, i żeby z tyłu nie leciało, a w zbiorniku zostało, no, no jak. I tak patrzę, na tą przyczepę, ja ten rzepak koszę, on mówi, taki piękny rzepak, mówi, ciściutki były. Byłem, mówi, tam, mówi, jak ludzie kosili, no sama plewa, plewa zrobiono, nie odgonienie, nie co, jak pan to robisz, mówię, panie. Panie, bo nie, mówi, kombajny ustawić, tak na mnie patrzy, mówi, aż mu się wiary nie chce, mówi. Tyle, mówi, po polach jeżdżę, tyle, mówi tego, ale patrzę u pana na przyczepę, to mnie zadziwia, zadziwia mnie pan, że po prostu, tak, wszystko koszę. Panie, to kwestia ustawienia, kwestia zrobienia, to wszystko się da zrobić, wszystko się zrobi, jak się chce, a po prostu, jak się umie, bo przecież wiadomo, że praktyka nie idzie w raz i się na tym uczysz i myślisz, co polepszyć, jak zrobić, żeby to zboże było czyściutkie, żeby był klient zadowolony i w magazynie czysto było, i w zbiorniku było czysto, i na przyczepie było czysto. To mnie fakcjonuje i ja tego do tego tak dokonuję, że brudne zboże, to ja nie jadę, a zrobię, ustawię, żeby było czysto zboże. Do jakiej szkoły pan rolniczej chodził, czy jakąś pan miał? No, tu do szkoły rolniczej, tutaj na Szczecińskiej, praktykę miałem na PBL-u, tu chodziłem, trzy lata chodziłem, jako techniką rolniczą, potem na mechanikę do POM-u, na poznańskiej chodziłem, tam na mechanikę, elektrykę się wyuczyłem, tam chodziłem, moje początki tam, tam prawo jazdy zrobiłem na cionik, prawo jazdy na motor, potem prawo jazdy na samochód, na osobowy, na ciężarowy, potem wiesz, od motoru zacząłem, a skończyłem na jedynce, na autobusach. To pan miał jakiś motocyk swój? Ło kurde, miałem, junaka miałem, jeszcze po niemieckiego junaka kurde miał, szczerze po niemiecku stoi bacie, jeszcze do tej pory chyba tam leży w częściach rozumieć, jak już samochód kurde już dostałem, nie, garbusa kupiłem w Warszawę, to ten motor już tam po krzywach kurde, do tej pory leży junakiem, dlatego robiłem, macie, prawo jazdy, rozumiesz, w FOM-ie, za tamtych czasach, i tak po kolei, po kolei, po kolei, po kolei, aż doszłem tam, nie, kurpana, no przecież w MPK przecież jeździłem, w STW jeździłem, całe to za kierownicą, za kierownicą, za kierownicą, całe moje życie, to jest tak, mechanika i kierownica, mechanika, kierownica, całe moje życie, i tak zostanie, mówię, tak zostanie do końca życia. A pan to pasjonuje się jakimiś może zwierzętami? No lubię, lubię zwierzęta, gołębie przeważnie, bo kiedyś to lotowałem, no teraz, teraz ten nie lotuje, ale przedtem lotowałem, bardzo lubię, przychodzili z daleka, mówię ci, tysiące kilometrów, biedne potrafili przyjść, lubię króliki, i to dobre króliki mam przecież, przecież, te duże, olbrzymy, piękne króle, i mam tych gołębi chyba nie dużo, jakieś sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, to chyba tych gołębi, lubię ich, bo to są gołębie mądre, patrzcie, naprawdę są dobre gołębie, rozumiesz, oni przelecili, rozumiesz, wojnę wygrali, kurde mać, były, za listonosza nosili, kurcze mać, ja ich uwielbiam, bo ich lubię te gołębie, rozumiesz, i króliki, fascynuję się królikami, rozumiesz, i gołębiami, piękne gołębie mam, także na nich liczę, rozumiem. Króliki co najlepiej lubią jeść? Króliki wszystko jedzą, trawę, wszystko, co tam im dasz, zboże, co byś im nie rzucił, wszystko zjedzą, wszystko, siano, nie siano, kurcze, obierki, kartofle, jakie tylko jest ziele, wszystko zjedzą. Bo ja tak panu powiem, jako ciekawostkę, kiedyś miałem króliki, to wie pan, one bardzo lubią, jak się im te liście słonecznika da. Słonecznika bardzo lubią, ja też im daję czasu, jak mam czas. Ile one tego słonecznika mi zjadły, ja jadłem tylko główki i nasiona, a one reszta jak z muśni, tylko badyle zostają. Co im dasz, wszystko królik zje, wszystko, jakie rośliny, jakie tylko co, nie ma tam żadnych, żeby nie jedli, wszystko zjedzą. A miał pan kiedyś może nutrie? Nutrie miałem, miałem nutrie, ale to mnie nie bardzo, nutrie nie lubiałem, bo mnie kurcze mać, dawałem marchewkę, to mi zębami, hop, i tu mnie obgryzła palec, tu. I dlatego się wkurzyłem, nie chcę tych nutrów rozumieć. Dawałem, miałam młode, dawałem im marchewkę, woda, wszystko i tak im daję tą marchewkę. A ta zamiast za marchew, to mnie za palec złapała. I puścić nie chciała. Tak, i mnie złapała, wygryzła mnie palec. O ty kurwa mać, o tej pory kurde mać. Zlekwidowały mi nutrów, nie lubię, bo mnie pogryzły. Może trzeba lepiej chodzić koło nich, nie wiem, ale ja nie lubię. Z nutrami trzeba uważać, bo to gryzą strasznie. Tak jest, a ja z początku nie wiem... Klatki muszą być stalowe. Tak, ja miałem murowane klatki, miałem murowane... Tak, murowane woda szła, źródlana woda tego. I dawałem, a oni tak mnie potraktowali. Ja na nich tak tyle dawałem, czyściutkie złote, a oni mi pogryzły. A jebał ich pies kurde. Zlekwidowałem, bo nie lubię ich, bo mnie pogryzły. A jak to było z tym zbożem podczas młócenia w Stodole? To tam coś się działo, czy to tak spokojnie było? O Jezus kochany, jak tam się muciło maszyną wysokomłotną, wiesz jak tego... Jak to zboże brałeś, ile mysz... Produkcja tych mysz. Co warstwę wziąłeś? Myszów aż szaro. Myszów aż szaro. To Jezu, ile te myszy ścięli, ile te myszy się nalęgło, to wytępić ich nie szło. I koty nie dawali rady, rozumiesz? To było same lęgowisko, rozumiesz? W tym zasieku, w zbożu. To było coś okropnego. To te myszy, kurde, po tych ścianach, to szarańcza tych myszów. To jak się muciło, rozumiesz? Sama sieczka. Sama sieczka w zasieku, jak brałeś. Zboże pocięte, wycięte, to to mieli raj myszy. A młucarnia to skąd przyjeżdżała? Każdy miał swoją? Nie każdy miał swoją. Ktoś był bogatszy, to miał rozumieć tą maszynę, to się wypożyczało. I szło się, odrabiało, rozumiesz, jemu. Przyszedł, wybucił, to szło się do niego, odrabiało, za maszynę, lub zapłaciło, lub zbożem płaciło się. To zależy, jak on sobie życzył. On przyszedł, wybucił, przyprowadzili maszynę. To tak, albo dawało się zboże, albo się pieniążki dawało. I mu za to, tam na godzinę, nie pamiętam tam ileś, rozumiesz? I się muciło, rozumiesz? Że przyszedł, wymucił, ile godzin, ile tego. I się muciło, dniami się muciło, tygodniami się muciło. A młucarnia czym była napędzana? Silnikiem napędzana była, spalinowym silnikiem. Jak nie było prądu na kolonii, się muciło, to silnikiem spalinowym się napędzało, rozumiesz? Wiesz, na paliwo, rozumiesz? Jak ktoś tutaj miał już te prądy, to no, to elektrycznym silnikiem się napędzało. I się muciło, wiązało się snopki. To pan pamięta o takie gospodarstwa, że w ogóle nad prądu nie mieli? No jak, na koloniach się mieszkało, tam prądu nie było. Tam tylko muciłeś silnikiem spalinowym albo cepami. A cepy, wiesz, jakie to były cepy. To jak ci ludzie tam żyli w ogóle bez prądu? Bez prądu tam żyli, bardzo dobrze żyli. Mieli lampy naftowe, mieli tego. Wyobraźcie, tam światła nie było, to za widoku, czy to lampy naftowe mieli, wiesz? Świeczki naftowe mieli, rozumiesz? Starali się w oborach, rozumiesz? Lagen za widoku osprzątać, obrządzić, ob tego, rozumiesz? I lampa naftowa była tylko. I z lampą naftową chodziłeś i tak dalej. Nie było maszyny, czy tam jak, a trzeba było dać zwierzakowi, to ci snopki się na klepisko dawało, czy owiesz, czy zboże, czy jak. I cepami się waliło, wycząsało, na przetaku. Przez ta, sobie przewiałeś i dawałeś zboże koniom, czy tamto na śrute. Dopóki się nie wymłóciło, że maszyny nie dostałeś. Też nie było, w kolejce się czekało, że tak od razu poszłeś i nie dostałeś maszyny. Bo temu muciło, temu muciło, temu się muciło. A tu zwierzęci czaracie. Nie, no to się cepami muciło, rozumiesz? A mosieczkę się za zbożem, że nało i się dawało. Konią, bydlaką, żeby nakarmić było. Tak było. To tym ludziom chyba bez radia, bez telewizora to ciężko było żyć. Głośnik był, nie radio, głośnik był, rozumiesz? Na ścianie wisiał i krekota. Ktoś miał radio, jeszcze, to jeszcze, jeszcze. A o telewizorze, to nie było mowy, bo nie było. Ktoś miał, to do niego się chodziło, kurczę jakiś film. To się chodziło, buty zdejmowało i się oglądało. Nie było, rozumiesz, ani telewizora, ani tamtego. Głośnik. Głośnik normalnie był ten, rozumiesz? Na ścianie wisiał i pierdolił. Ale jak nie było prądu, to nie było głośnika. No to wtedy aż było dwufazówka, nie było. To i głośnika nie było. Ale mówię ci co prądy mieli, to mieli, rozumiesz? Potem już, jeżeli już prądy mieli, no to już w ten czas było lepiej, weź. O, radio jakieś kupiłeś, to był realitas, kurczę mać. A jak już miał ktoś telewizor, rozumiesz, taki zwykły. O, nie każdego było stać, nie każdego było stać na taki telewizor, rozumiesz? To się chodziło, a Chrząścia tam gdzieś dostał, to się chodziło do niego na bajki, czy tam jakieś tam oglądać. Tak było. To pan dużo teraz telewizji ogląda, czy mało? Ja ci powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy ja telewizor oglądałem teraz w czasie dni. Jak Boga szczerze kocham. Chciałbym dziennik obejrzeć, rozumiesz? Nie da rady, bo nie zdążę. Nie mam czasu oglądać dziennika. Przyjdę do domu, umyję się, rozumiesz? Zjem, albo nie zjem. Idę spać, żeby się przespać. O rano trzeba wstać. O piątej trzeba wstać. O piąta, czy szósta. A przychodzisz, rozumiesz późno, gdzie telewizor? Jak godzina dziesiąta, czy coś, jak przechodzisz, gdzie w głowie? To się umyjesz, albo nie umyjesz? Idzie spać. No tak teraz w tej chwili jest. Akcja zniwna. To ja nie pamiętam, kiedy ja telewizor oglądałem. Świątek, piątek, niedziela, gdzie oglądasz telewizor? Gdzie dziennik obejdziesz? W życiu. Bo już po ptokach. A ty przyjdziesz zmęczony, ukwierdziany, żebyś się tylko umył, wykąpał, poszedł spać. A o śniadaniu to już się nie mówi, żebyś zjadł. Idziesz, aby się przespać i odpocząć trochę. To dlatego tak obiad w polu smakuje? No okej, spokój ma, obiad smakuje. No oczywiście, jak ktoś postawi czy da, to ja bardzo dziękuję, że ten człowiek jest taki hojny, że człowiekowi da coś zjeść. Bo wieczorem to już nie zjesz, bo nie ma kiedy, nie ma jak. Idziesz, umiejesz się i idziesz spać. Tylko jedyne, co tylko zjesz w polu, jak ci dadzą, a jak ci nie dadzą, no to jest. To dzięki Bogu szefowej, że tak o nas dba, że naprawdę ona bidna obiad zawsze wciąż na pole przywozi. Ona bidna tak się starza, żeby kusy byli najedzeni. To ja jej bardzo dziękuję za to, że ona taka wspaniała jest, że tyle da sobie radę, że obiad na pole potrafi przywieźć, jak my kosimy i tak dalej cały dzień. Bo jeszcze ja jej nie czuję. Tak widzę, dużo gospodarzy ma jeszcze kury. Jak kury w ogóle powinno się żywić? Kura powinna dostać, rozumiem, że macie? Powinno dostać kura, owies. No, chodzi o ziarno, to powinna dostać owiec, trochę pszenicy, nie za dużo, rozumiesz? No, paszy trochę do tego domieszać, rozumiesz, żeby tego było, nie? Witaminy powinna dostać, rozumiesz, żeby to miała z czego dużo zielonego dać, rozumiesz? Zielone przeważnie pociąć, pociąć i dać dużo zielonego. Bo kura lubi dużo zielonego, jak jest kura za kwięciu, nie? To dużo zielonego trzeba dawać, nie? Takie moje zdanie i tak ja według mego uznania tak robię i bardzo kury się dobrze mają. Dobrze się niosą w ten czas, rozumiesz? Także zboża, owsa dużo musi dawać, dużo białka. Pszenicy to nie za bardzo tak, bo pszenica to więcej tije, kura jak tego. Jedzą oczywiście pszenicę, ale dużo trzeba dać owsa, dużo ziarna owsa, żeby dawać im. A jak z jęczmieniem? No i jęczmień też jest dobry, a trzeba śrutować jego, nie? Zrzutować, zrobić taką jak kaszę, zrobić, jak tego to było dawać. Najlepiej to jest, rozumiesz, zaparzyć jęczmień. Wtęczas to jest miękki, bardzo, bardzo to kury smacznie jedzą w ten czas. Bo tak to, wiesz, zjedzą oczywiście, ale to jest, wiesz, samego jęczmienia, kury nie jedzą. Trzeba zrobić śrutę, zrobić kaszę z tego, rozumiesz? Wtęczas zmieszać to z innym zbożem, no wtęczas oni to zjedzą. Najlepiej to sparzyć, to zrobi się jak pęczak. To wspaniała pasza dla kur wtęczas jest. Nie chorują mnie nic, macie wtęczas. I dużo zielonego powinni dostać, dużo zielonego. A jeszcze na sieczkarni przeciąć, na taką ręczną przeciąć, przeciąć. Oni to sobie macie, podziubią, podziubią, podziubią. Dobrze by było, żeby szusz był. Kiedyś to robili ten szusz z trawy. Worek, taki szusz, taki zielonka. To jest bardzo wspaniałe, bardzo dobre, macie. To kury jedzą w ten czas, to ojej. To wszystko, każda zwierzyna to wspaniałe. I je to, ten szusz. No ale dzisiaj tego, kiedyś to robili pegery i tak dalej. Teraz tego nie produkują, można powiedzieć. To z trawy zrobili susz? Tak, susz. To takie siano? Tak, tak, tak. Rozdrabiają to przez ten, nie? I to taka jak mąka jest. Zielona. I suszą to, wiesz, tego. Ja to kiedyś to kupowałem i to dawałem. I szodzy, chlewdy i kurom. Ojej, jak tym się zachwycali. Aż pierdziały. No pogoda się trochę zmienia. Nie ma słońca. To zapytam tak przy żniwach. Czy te żniwa w dzisiejszych czasach są radośniejsze, ciekawsze? Czy kiedyś to było lepiej? Jak to jest? No, kiedyś to było, rozumiesz, inaczej. Kiedyś. Dzisiaj to kurcze jest, kiedyś to było, rozumiesz, cięższe. To było całkiem co innego rozumieć. A teraz, no to widzisz. No bo teraz jesteśmy tu na polu. Polak, panorama duża. Ludzi nie widać. Jeden kombajn. A kiedyś w polu, to chyba tych ludzi to było. Oj, przedtem, to jak spojrzałeś, rozumiesz, że tak na polu, to było ludzi mnóstwo. Robili, rozumiesz, to, co każdy miał co robić. Każdy bardziej robił to, co udział. A przyszły żniwa, no to ludzi bez przerwy chyłki, wiązanie, stawianie, koszenie. Zawsze coś się działo. Było, rozumiesz, w tamtych czasach było trudniej. Trudniej było robić, pracować, rozumiesz, jak dzisiaj. Ciężka była praca, rozumiesz, taka jak tutaj. Bo wszystko musiałeś ręcznie, wszystko musiałeś ręcami dotknąć. Wszystko musiałeś postawić i zrobić. A dzisiaj, gdy się stajesz, to jak ołtarz, myśmy stanęli, patrzymy, jak pięknie kombaj kosi. I wszystko, rozumiesz, kurde mać, zboże znika elegancko. Z tyłu tylko, kurczę, mać same ścinki. I patrzysz, jak zboże sypiesz się na przyczepę. A przedtem nie. Przedtem było ciężko, kochany. Pracowałeś, dzień i noc tak ciężko, że naprawdę, kurde mać, było mnóstwo roboty full i nigdy jej nie przerobiłeś. Zawsze było mało, mało, mało i mało. Ile byś nie robił, tyle roboty full było. A dzisiaj to jest lepiej. I lepiej, sprawniej, technicznie, fizycznie, rozumiesz, jeszcze lepiej. I sprawniej wszystko idzie. Popatrz, żniwa, parę, pół miesiąca i już koniec, żniw. I elegancko jest. A przedtem, uuu, jeszcze wrzesień zastaną cię, rozumiesz jeszcze. Jeszcze i w październiku, kurde, jak było pogody. Jeszcze i w październiku, kurde, zapierdolałeś, robiłeś, żeby robić. Tak było ciężko. No bo to nie było tak, że na raz wszystko zrobiłeś. Bo się nie dało rady. To nie jest tak jak kiedyś. Także teraz jest lepiej o wiele, wiele, wiele. Dzisiaj kozimy łubin. Jak pan ocenia ten łubin? Czy to jest ładny łubin? Ja ci powiem, że ładny ten łubin jest. Ja nie powiem, że jest zły łubin. Nie zakwaszczony, czysty jest. Widać, że zadbany jest. Oczyszczony jest. Także uważam, że ten łubin jest ładny. Bo to jest łubin biały, tak? Biały, tak. On jest głodny, szybki do wysypania. Jak się dotknie go, to wysypuje się. Jego trzeba było kosić, jak jest wilgotny. Powinno się kosić. Ale niestety jest taka pogoda, taka piękna pogoda, że on już pęka. Zobacz, dotkniesz, pęka już. I dlatego trzeba grabie, jak on to kosi. Muszą wolno chodzić. Obracać, a lub żeby nie dotykały prawie łubinu. Samym swoim pędem. Bo jak tylko palcami dotkniesz, on się wysypuje. Bo on jest delikatny. Tak jest suszony, tak jest zeschnięty, że tylko go dotkniesz i już go nie ma. I także trzeba go grabiami, go letko przytrzymać, a nie trącać. To co panie Kazimierzu, na teraz mamy koniec na dziś. Koniec. Wracam do bazy. Jedziemy. Zatankowany cały zestaw. Więc wracamy do bazy. Z pełnym zbożem. Także piękne kończenie z zniw. Zakończenie zniw. Piękne. Całno osłownie. Na razie dziękuję. Trzymaj się. Pomału. Dzień. 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 Dzień.